Образование Общенародного движения Доброта и Поддержка продолжает объединять узбекистанские бизнесы и производителей в благородной миссии безвозмездно помогать нуждающимся. Трудовой коллектив из 380 человек компании Эльор Лоиха Курлыш в Якабадском районе Кашкадринской области реализует немало проектов и во время карантина при строгом, разумеется, соблюдении требований личной гигиены и безопасности. К примеру, в реконструкции водохранилища Хорошина Дыхканабадского района участвуют около 100 рабочих и привлечены более 20 единиц техники. Кроме этого, в массиве Гуваля Касанского района строится насосная станция, в связи с чем на работу приняты 70 соотечественников из нуждающихся в поддержке семей. Реализация данного проекта даст возможность посредством освоения 3000 гектаров новых площадей обеспечить занятость еще более тысячи сельчан. В эти дни испытаний компания оказывает спонсорскую помощь уязвимым слоям населения, доставляя в такие семьи необходимые продукты питания. Также 340 представителей нуждающихся в социальной защите семей приняты на работу и имеют стабильные источники дохода. Направили в образованный фонд 100 миллионов сумм, полностью отремонтировали 3 поврежденных вследствие сельевых потоков мостов в кишлаках. Также привели в порядок полуторакилометровый участок сельских дорог. Мы будем усиливать спонсорскую помощь и впредь. В настоящее время приступили к работе еще на одном участке в Якобакском районе и начинаем принимать на работу 110 рабочих и служащих. Активистами махалинских сходов граждан, депутатами местных кингаш и народных депутатов проведено изучение. И на этой основе сформирован список людей, кому сегодня так необходимы внимание и поддержка. В частности, она оказывается и 23 таким семьям в Махалео Чапар, города Карши. Предпринимателям в течение трех месяцев они будут обеспечиваться основными продуктами питания. Среди них и семья инвалида второй группы Дельшода Хакимова, где растут двое несовершеннолетних детей. В общенародном движении «Доброта и поддержка» активно участвует и коллектив акционерного общества «Шурчидон Макс Ротлары», что в Шурчинском районе Сурхандари. Надо сказать, что за последние дни здесь создано более 200 сезонных рабочих мест. А сэкономленные в результате предоставленных государством льгот и преференций средства в размере свыше 500 миллионов суммах, направляются на поддержку около тысячи нуждающихся в ней семей. Еще одна из крупных производственных мощностей в области – это Шарабадский цементный завод, где трудится более тысячи человек. На днях трудовым коллективам оказана необходимая помощь 100 семьям, которые получили основные продукты питания – восьми видов. Поступает спонсорская помощь предпринимателей в Бекабадский районный центр по ее координации в Ташкинской области. К примеру, она при соблюдении всех требований карантина на машинах была отправлена 15 махалинских сходов граждан района и будет распределена между 150 семьями, нуждающимися в нашем с вами участии. В этом процессе активно участвуют и простые владельцы приусадебных земель, направляя часть своей прибыли, полученной от реализации выращенных на своих участках различных сельхозкультур, на поддержку нуждающихся в ней семей, что еще раз свидетельствует о широте души нашего народа. Продолжение следует...